Технология производства минеральной ваты подсказана самой природой. Процесс напоминает извержение вулкана. Камень плавится в печи при температуре в полторы тысячи градусов, образуя подобие лавы, и в центрифуге превращается в каменные волокна, из которых потом формируются плиты. Готовый продукт заключают между металлическими пластами. Получается сэндвич-панель. Производство полностью автоматизировано. Рабочие лишь выставляют параметры на компьютере. Глава администрации города Олег Фурсов встретился с коллективом Самарского завода, производящего сэндвич-панели. В ходе беседы заводчане задавали главе города интересующие вопросы, главным образом касающиеся реформы местного самоуправления. В сентябре предстоят выборы в районные советы. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Я частенько выезжаю в районы города, когда встречаюсь с людьми, мне задают практически одни и те же вопросы. Вот у нас там скамейка сломана, у нас, значит, там дорога не заасфальтирована внутри двора, куча мусора не убрана, детская площадка разломана. Но понятно, что после моего визита эти вопросы решаются. Но ведь не задача главы города, главы администрации города решать вот такие мелкие вопросы. Просто времени моего не хватит для решения этих вопросов. Они должны быть отрисованы местной власти. Заводчане интересовались и благоустройством города в целом. Мы видим, что сейчас идет ремонт фасадов достаточно активный Куйбышево, Венцико, район Площады Революции. Будет ли ремонт не только вот этих двух центральных улиц, но и примыкающих к ним. К 2018 году будут отремонтированы все фасады домов, расположенных на туристических маршрутах, отметил Олег Фурсов. Кроме бюджетных денег на эти цели пойдут и частные инвестиции. Что касается въездных домов, вот у вас здесь по Пугачевскому тракту 14 домов идет. Это тоже ворота города, южные ворота города. Все эти дома, фасады и крыши будут в этом году также сделаны. Мы получили порядка 250 миллионов рублей из областного бюджета на то, чтобы провести капитальный ремонт целого перечня объектов. Вот такие въездные группы, они будут ремонтироваться в первую очередь. Олег Фурсов также рассказал о направлениях работы, на которых сейчас сосредоточен муниципалитет. Большое внимание оказывается закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог и благоустройства города в целом. Глава администрации сообщил, что начаты работы по восстановлению турбаз, находящихся на территории Самары. Предполагается, что уже в следующем году большое число жителей смогут отдохнуть и оздоровиться, не выезжая за пределы области. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, Константин Головин. События.